Привет, с вами Ультра. И это очередная серия Кукинг Бези Модс. И сегодня я расскажу, куда можно потратить бензин. А точнее, об одной из частей модра Илкрафт, именуемой Паровые Котлы. Итак, начнем с того, что котлы делятся на два вида по типу топлива. Жидко-топливные и твердо-топливные, соответственно. Также есть низкого и высокого давления. Котел высокого давления более термостовик, но ест больше топлива. Ну и, соответственно, больше пара вырабатывает. Низкого давления, соответственно, ест меньше, вырабатывает меньше, греется только до 500. Ну и пара. Поменьше от него будет. Итак, начнем постройку. Так, это у нас самый маленький вариант котла, это вот такой. В нем влезает 4 ведра воды, способен сгенерировать он 16 ведер пара. Это еще один вариант. Который, правда, уже не работает. Также он может быть 2х2, размер основания, соответственно, максимальная высота поднимается до 3х. И 3х3. Но здесь он может быть уже 4 блока. Но вот такая котловина не всегда нужна. Я остановлюсь на вот таком котле. Сделаю его низкого давления. Вот так. И твердо топливный котел. Кстати, топки разных видов мешать в одном котле нельзя. То есть, либо твердое топливо, либо жидкое. Лучше заиметь 2 котла. Итак. Теперь нам потребуется развести топливо. Жидко-топливному котлу. Пока не подключаем. 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 Так. К обоим котлам потребуется развести воду. Лучше сделаем это от раздельных насосных станций. Поскольку котлы жрут немеряно воды. Нет. Для упрощения конструкции я лучше сделаю это на тессерактах. Так. Хватаем тессеракт. Убрать эту порчу ландшафт трубу. Вот так. Сюда четверочку. Опять. Сент-онли. Потому что иначе он может подавать туда пар. так и здесь по тессеракту. Так. Там я похоже на тупил. Так. Это у нас какая частота 4, а здесь будет частота 5. Отлично. Теперь это можно выбросить на время. А нам понадобятся помпы. Схема та же, что и... Так. Двигатель и рычаг у нас есть. Становится блок. Собственно, помпа. Так. Помпу забыли. Делаем, как всегда. Вставляем ее к углу. Вот так. Мы видим, одна помпа уже выбросила трубу. Так. И начинаем расставлять движки. Давайте отнесем тессеракт куда-нибудь подальше. Здесь он может задевать за моторчики. Даже, наверное, вот так. Так, тут у нас какое частота 5. Что-то это мы ставим. Сандон лечит. Нет. Не 2. 4. Так. И начинаем пихать моторы куда ни попадя. Сюда. И сюда. Так. Движки заработают. Значит, скоро вода пойдет в котлы. Так. Повторяем операцию. Вот. Вода тронулась. Давайте проверим, что происходит в котлах. Так. А воды-то маловато. Вода поступать почему-то не хочет. Так. Так. Здесь вода появилась. Теперь нужно подать топливо. Воспользуюсь старой, как Windows 95, схемой. Так. Подождем, пока накачается вода. Так. Опять трубы. Здесь, во всяком случае, трубами. Так. Куда нам топливо подавать не понадобится? Это твердотопливный котел. Так. Емкости для пара. Видите, здесь 128 тысяча. Здесь 256. Котел высокого давления, ему чуть темнее. Закидываем стакет угля. Видим, термометр начинает показывать увеличение температуры. Единственное, что мне не нравится, то он очень много ест. Так, это объединили. Теперь надо сделать отвод пара. Понадобится цистерна. И тесеракт. Так. Тесеракт для жидкостей. Присываем ему частоту 6. И только отправка. Ждем, пока система разогреется. Твердотопливник греется быстрее. Это дополнительные слоты для топлива. Доставим 6. Только на прием. 10-62, 10-48. Греется он почему-то медленнее. А вот почему? Для меня это загадка. И да, не пытайтесь залить воду в горячий котел. Если он без воды. Лучше пусть остынет. Иначе произойдет пах. Если пока здесь ничего не надо, он сам выбрасывает избыточное давление. Следите за водой. Как видите, у нас она не заканчивается. Даже если выкачивается. Так и вылез. Что там у нас с температурой? 89. Ди-77. Греется. Хотя я бы сказал, целесообразнее использовать что-то более горючее. Либо ведра лавы, либо коксовый уголь. Из рейлкрафта. То есть вот эту дрянь. Попробуем ею подменить. Видите, он стал гореть дольше. Во, появился пар. Так, у нас уже 105. Этот еще даже доста не дошел. Он греется. И сейчас пар попадет в трубу. Когда он разгорается, он до 120 где-то градусов что ли. Или когда объем пара доходит где-то до половины. Он начинает его отдавать. Так, вот уже 120 тысяч. 129. Вот, пошел отдавать. У этого тоже есть свой запас пара. Пар, как ни странно, может храниться в цистернах. До поры до времени. При том, что он не превращается в воду. Не знаю, считать ли это лайфхаком или недоделкой. Я считаю лайфхаком. Поскольку бывает же. Нужен пар, а его как раз таки нечем генерить. Этот котел тоже вышел на генерацию. А для того, чтобы это происходило быстрее, советую поменять эти трубы. То есть каменные на золотые. Так. Пар потянуло уже быстрее. Увидим, как наполняется цистерна. Она стала это делать гораздо быстрее. Ну, у Thermal Expansion, насколько я помню, есть еще вот такие штуки. Попробуем воспользоваться и ими. Что за черт? Точно. Эти штуки отводятся немного по-другому. Здесь от конца к началу, наоборот, надо делать. Здесь порядок действий критичен. И для каждой трубы нужно отводить отдельную цепь. Ликвидакт хорошая штука, но, блин, капризная в настройке обслуживания. Ну, это уже совсем по-зверски. Со стороны наполняется в четыре приема. Уже его скоро девать некуда будет. Так веселее. Но все равно он быстро действует. Очень быстро. Паровые котлы. Это, скажем так, решение энергетической проблемы. Поскольку с их помощью можно даже генерить энергию. А как? Я расскажу в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok